И поспешу представить первого гостя. Это Борис Спинкус, американский политик, лидер республиканской партии 45-го избирательного округа Ассамблеи штата Нью-Йорк. Здравствуйте, Борис. Добрый день. Рад вас видеть и слышать. Слава Украине. Героям слава. Борис, мы вас приветствуем. И, собственно говоря, пользуясь случаем, хотим поздравить вас и весь народ США с Днем Независимости. Спасибо большое. Поздравляю лично вас, поздравляю всех от имени каждого украинца, потому что Украина сейчас воспринимает США как одного из самых близких и самых дорогих союзников, потому что от Америки идет громадная поддержка, от Америки идет оружие и то, что делает американский народ, украинцы точно никогда не забудут. Боже, благослови Америку. Благослови Америку и слава Украине еще раз. Это та самая страна, которая сегодня перевернула весь мир и затронула души американцев, которые и создали эту страну, борясь за свободу. Это как раз то, что сегодня делает Украина, жертвуя своими гражданами, своими солдатами и показав миру, что только этот путь единственный, который может привести к свободе и к тому благополучию, которого достигла Америка. Спасибо за это Украине. Ну что ж, Борис, мы хотим сделать то, чего не сделал сегодня Владимир Путин, вернее мы уже это сделали, мы поздравили Америку от лица всех украинцев, а вот Путин отказался поздравлять Америку с Днем Независимости. И я хочу задать вам такой вопрос, боится ли Путин того, что Украина станет страной свободы, так же как Америка, демократической страной, если да, то как на это реагирует правительство Америки? Конечно же, вот многие задаются вопросом, а не попятится ли Запад во главе с Америкой назад, почувствовав, что это дорого обходится сегодня обывателю, гражданину любой европейской страны, которая сегодня поддерживает Украину, и американцу, которые уже соприкоснулись с проблемами, которые вынуждают обывателя подтянуть пояса. А ведь Путин-то и боится того, что тому, к чему стремится Украина, может захлестнуть саму Россию. Вот чего он боится, но он никогда не ожидал, что Украина настолько далека от России, прежде всего интеллектуально, своим разумом, знаете, с той эволюцией, которая произошла в Украине за последние 30 лет с момента распада бывшего Советского Союза. Вот этого боится Путин. И это главное, что сегодня руководствует его мозгами. Он не понимает, что его коса наткнулась на неразбиваемый камень, на скалу, которой является сегодня украинский народ. Понимаете, нам, американцам, которые являются олимпом западной цивилизации, понятно, это больше, чем кому-либо. Несмотря на то, что у нас тоже идут войны на информационном поле между леволибералами, которые привыкли к вседозволенности, свободе, в том смысле, что можно пожертвовать чем-то, знаете, ради того, чтобы был мир, а не справедливость. Вот в этом отношении, господа, у нас тоже есть порядок. Поэтому вот когда у нас идут сейчас выборы, а у нас очень серьезный период предвыборный перед 8 ноября, решающим днем выборов, вот так стоит вопрос сегодня и в повестке дня каждого избирателя и каждого кандидата, будь то в Конгресс или в Сенат. Вот поэтому у нас очень много общего между значительной частью американцев, а их сегодня составляет 72%, которые поддерживают Украину, и украинцами, которые жертвуют сегодня своей жизнью ради той свободы, которую мы, американцы, больше 200 лет назад отвоевали и боремся за это сегодня. Борис, у меня к вам есть следующий вопрос. Вы сейчас вспомнили о том, что будут эти промежуточные выборы, и буквально вчера New York Post сообщала о том, что бывший глава Белого дома, ваш однопартиец Дональд Трамп, намерен в скором времени объявить о начале своей кампании по борьбе за президентский пост в 2024 году. Издание сообщает, что объявление должно быть сделано до ноябрьских промежуточных выборов Конгресс. Скажите, пожалуйста, понятное дело, что вы тоже республиканец, но так, отбросив партийные предпочтения, насколько это правильный шаг для Трампа снова идти в президенты? Вы знаете, вы очень правильный вопрос затронули. Сегодня нас, американцев, касается прежде всего вопрос гражданского долга перед Америкой, отбросив в сторону партийные принадлежности, противные ценности. И для меня лично, и для моих единомышленников, для иммигрантов, для моей общины русскоязычной, и американцев, которые являются большой, значительной частью того клуба, который я возглавляю, он называется Reagan Republican Club. Вы знаете, нас всех сегодня волнует то, как тот или иной лидер или президент, который возглавит Белый дом в 2024 году, будет относиться к Украине. И латмусовой бумагой сегодня оценки любого кандидата и в Конгресс, и в Белый дом является его отношение к Украине. И неважно, я являлся и по сей день являюсь приверженцем тактики Трампа, но если даже тот же Трамп вдруг проявит какую-нибудь мягкотелость по отношению к Украине, то, поверьте, мы его поддерживать не будем. Сегодня нет более священного, чем поддержать Украину, потому что Украина сегодня защищает те ценности, вот ради чего Америка была создана. И эти ценности сегодня под атакой, господа, под атакой и в самой Америке. Поэтому для нас священно то, ради чего будут кандидаты сегодня выдвигаться. И тот самый Небольшие проблемы у нас с интернетом, немножечко зависает гость, это неудивительно, такая жара. Ну, вчера мы говорили с нашим другом в Вашингтоне Алексеем Собченко, и он уверен на все 100%, что будет какой-то третий кандидат. И сразу же хотелось бы спросить, Борис, скажите, вчера говорили с Алексеем Собченко, он говорил по поводу намерений и Трампа, и Байдена, и говорил, что также есть и темные лошадки на предстоящих выборах. Как вы думаете, если не Байден, если не Трамп, кто будет третьим? Возможно, губернатор Калифорнии? Ну, это исключено. Во-первых, очень многое зависит от того, как завершатся выборы 8 ноября. Судя по многим опросам, в том числе леволиберальных агентств и СНН, обе палаты будут в руках республиканцев. На то много причин. Экономика прежде всего. Инфляция, нелегальная иммиграция, преступность. Вот эти основные факторы, которые говорят о том, что республиканцы возьмут верх и в нижней палате, и в верхней. Это первое. Раз это так, то республиканцы уже сформировали такую команду, комитет, который займется расследованием коррупционных дел Байдена и в Китае, и в Украине, связанное с его родственниками, сыном, братом и так далее. Это говорит о многом. Это существенно ударит и по тому будущему кандидату, который будет предложен демократами. Понимаете? Поэтому вероятность того, что в 2024 году в Белый дом войдет республиканец, очень высока. И тем не менее, есть разговоры о том, чтобы Трамп, я имею в виду среди республиканцев, чтобы Трамп не выдвигался в 2024 году, а дал дорогу молодым, таким как Дисантис, губернатор Флориды, или Кристин Найоми, это Сауф-Дакота, губернатор, удивительная женщина, блестящая, восходящая звезда. Есть Дик Скак, этот самый сенатор от Флориды, к примеру, и ряд других кандидатов. Но Дисантис самый-самый-самый такой популярный после Трампа по многим причинам. Так что, знаете, тот же Дисантис заявил, что пока Трамп не откажется от своего выдвижения, Дисантис не намерен выдвигать свою кандидатуру. Поэтому будет интересно ждать, как поведут себя республиканцы после выборов 8 ноября. Вот это очень важный фактор. Но я добавлю, господа, отношение к Украине было, есть и будет в повестке дня любого кандидата в Белый дом. И я уверен, даже если теоретически взять демократа, они тоже не откажутся от этого. Ибо 72% американцев поддерживают Украину. Это очень важно. А можно вопрос? Скажите, а какой запрос избирателя на сегодняшний день? Вот избиратели какого хотят видеть президента сейчас? Во-первых, вы знаете, вот буквально полтора-два месяца назад на первом месте списки требований избирателя была Украина. Когда Буча, Мариуполь появились на экранах, вы знаете, прямые репортажи. И спасибо вам, вам. Молодцы вы. Мидия украинская, которая смогла в первые же дни победить путинско-гебельскую машину пропагандистскую. И репортажи, прекрасные выступления на хорошем английском команды президента Зеленского. И его прямые, обращаю ваше внимание, обращения не только к главам государств, но и законодательным органам Запада, прежде всего к Американскому Конгрессу, повлияли потрясающе на мнение американцев. Это здорово подняло рейтинг Украины в нашей стране и самого президента Зеленского. Но сейчас, когда инфляция продолжает расти, когда цены на бензин продолжают расти, несмотря на все попытки Байдена как-то повлиять на это, и рост преступности, к сожалению, продолжает иметь место, Несмотря на это, конечно же, с первых строчек требований избирателя Украина немножко опустилась. Но она не ушла из повестки дня совсем, абсолютно нет. Сегодня, конечно, на первом месте это экономика, на втором месте преступность и на третьем месте Украина. Понимаете, таким образом повестки дня Украина все равно остается, и она будет оставаться. А повторю еще раз, независимо от партийной принадлежности того или иного кандидата в Белый дом. Борис, а не случится ли такое, что следующий президент, сосредоточившись на экономике, которая сейчас в приоритете, ну, скажем так, отодвинет Украину не то, что там на второй-третий план, а задвинет ее далеко, потому что потребности американского общества будут совершенно в другом? Нет, вы знаете почему? По-моему, Америка уникальна в этом мире тем, что, будучи, во-первых, в основной своей масти религиозной, более 60% американцев считают себя верующими, это первое. А это значит, что это соприкасается с теми ценностями, ради которых предки этих верующих людей, они, собственно, и вырывались в эту страну ради свободы, свободы веры, свободы слова. Понимаете? И сегодня американцы за многие годы впервые почувствовали ни откуда-нибудь, ни из Афганистана, ни из Вьетнама, ни из Ирака и других мест, где Америка вела войны, а именно из центра Европы, из юно-христианского мира, где раздаются голоса тех, кто, умирая, продолжает бороться за свободу, за те ценности, ради чего Америка была создана, поэтому это не сойдет на нет никогда. Вы понимаете? Вы думаете, случайно сегодня украинские флаги висят рядом с американскими? Абсолютно нет. Это сегодня везде. Сегодня нет ни одного мероприятия публичного и даже специального которое бы не было посвящено Украине. Вы знаете, я много лет в этой стране, более 30 лет, я не помню такого, вы знаете, поднятия духа, восторженности и в поддержке народа, зарубежной страны, которая бы воевала, будучи далеко от Америки, не имеющей прямого отношения к Америке. Более того, более половины американцев понятия не имели о существовании Украины где-то три месяца назад и не имели даже понятия, где найти на карте политическую эту страну. Сегодня Украина везде, почти в каждом доме американцам. Вот это говорит о том, что Украина уже вошла в тело американского образа жизни и она не сойдет. Не сойдет и это надолго и даже навсегда. Борис, подытоживая наш разговор о будущих американских выборах, я бы хотел и вам, если вы еще не знаете, и нашим зрителям огласить результаты свежего опроса от Harvard CPS Harris. 71% американцев не хотят, чтобы Байден был переизбран в 2024 году. 61% американцев не хотят, чтобы Трамп снова баллотировался. 60% из опрошенных заявили, что могли бы поддержать третьего кандидата в случае, если и Байден, и Трамп все же пойдут на выборы от демократических и республиканских партий. То есть, как видите, в общем-то, по результатам опросов, ну, это я вкратце, потому что там есть разные еще цифры, например, там кто-то говорит, что, например, про Байдена говорят, что он, треть респондентов считает, что он очень старый для перевыборов, потому что он пойдет на выборы в 81 год. Ну, справедливости ради стоит заметить, что Трамп младше него всего лишь на 4 года, там не такая большая разница. 45% заявили, что Байден не подходит для этой работы, да, а, например, 30% опрошенных уверены, что Трамп проявил себя, а 36, вернее, процентов заявили, что Трамп был неуравновешенным во время первого срока, а 30% уверены, что это усилит раскол страны. Ну, то есть, как бы, результаты неоднозначные, но 60% хотят третьего кандидата. И тут я бы, конечно, наверное, поверил американцам простым, которые надеются на то, что придет молодая кровь, но, к сожалению, зная вот эту двупартийную систему американскую, я так понимаю, что очень молодую кровь точно пока не будут пускать наверха. Борис, у меня к вам следующий вопрос. Мы уже выяснили, что, в общем-то, и в Украине, и в США хотят президента, который был бы лоялен к Украине. Скажите, а есть ли какой-то кандидат, которого можно заподозрить в лояльности к России? Нет, я еще такого не видел ни с одной стороны, ни с демократической партией, ни с республиканской. Вот это меня радует, я вам прямо скажу. Единственное, я хочу обратить ваше внимание, я вас хочу вернуть к процессу голосования в пользу принятия денежного финансирования Украины. Вы помните, когда принимали даже Лен-Лиз, когда принимали 40-миллиардную помощь Украине и многое другое, когда 11 республиканцев в Сенате проголосовали против. Я вам скажу такую вещь. Во-первых, многие из них говорили о своей шкурной такой деятельности, своих интересах быть переизбранными. И они не подтвердились. И все 11 не будут переизбраны. Многие уже отказались от переизбрания, потому что опросы показали, что они потеряли популярность. А многие вообще решили, не многие, а 2 или 3 человека сегодня балансируют. И очень много шансов, что они тоже не будут переизбраны. И только Рен Пол, один из самых популярных республиканцев в Сенате, который приостановил, если вы помните, принятие Лен-Лиза, говорил о том, что нужен контроль. Нужен контроль над деньгами, которые выделяются для Украины. Контроль как в самой Америке, так и в Украине. Контроль использования по назначению. Это серьезнейший вопрос. И надо отдать должное республиканцам и демократам, которые едины в том, чтобы помочь Украине в тех реформах, которые предстоят. Сразу же после того, когда Украина стала кандидатом в Европейский Союз. Если вы помните, там одним из главных требований к Украине является проведение реформы по искоренению коррупции. Это принципиально важный вопрос. Тем более, что Украина сегодня в списке из 180 стран Организации Объединенных Наций занимает 122 место. При всем том, что Украина существенно улучшила свое положение за последние 4-5 лет, поднявшись на 6 мест. Это говорит о многом. И тем не менее, сегодня Сенат Американский готов к оказанию существенной помощи в проведении многих реформ. Прежде всего, коррупционной реформы. Это говорит о том, что двухпартийная поддержка у американцев будет существовать. И она не должна вызывать опасения у Украины. Не должна быть. В Украине Бриджит Бринг отметила, что в Вашингтоне работают над тем, чтобы оказывать Украине больше помощи и делать это как можно быстрее. Давайте поговорим об этом более детально. То есть, мы не против контроля. США действительно хотят убедиться, что все оружие, которое идет по Ленд-Лизу, используется по назначению и весьма эффективно. Я так понимаю? Правильно. Но, вы знаете, здесь есть плюсы и минусы. Минусом администрации Байдена является то, что выдавая дальнобойное оружие, даже те же хаймерсы, Байден всегда сопровождает свое желание помочь Украине с предупреждением, с пожеланиями, чтобы это оружие не было использовано в нарушении границ Украины с Россией, чтобы снаряды не падали на территорию России. Ну, для нас это для нас очень хорошо. Это очень... Почему? Для нас это очень хорошо и удобно. Со своей стороны, российская пропаганда уже перешла все границы. Мы знаем, что ФСБ готовит ряд провокаций в Белгородской области. Сегодня эвакуируют Белгород. Это очень интересная новость, что жители Белгорода эвакуируют, потому что якобы Украина обстреливает. И вчерашний обстрел, когда прилетели снаряды из зенитных комплексов, которых в Украине просто нет на вооружении, еще раз доказывая то, что Украину всячески будут деморализировать и дискредитировать в глазах общественности. И такой контроль за стороны США для нас-то как свидетели, которые видят, что Украина не совершает военных преступлений, в которых их обвиняет Россия. Это будет. Вы знаете, Путин настроен на то, чтобы белое называть черным. Другого он не может, потому что у него цель одна – поработить Украину, сломать хребет Украине. Но ему это не удастся. Не удастся, потому что сегодня, к сожалению, я считаю, что надо бить по тем местам, откуда идет атака на Украину. Если стреляют из Белгородской области, надо бить по Белгородской области. Если стреляют из Крыма, оккупированной России, надо бить по Крыму. Иначе невозможно победить Россию. Невозможно. Рано или поздно, я полагаю, что силы НАТО вступят в непосредственный конфликт с Россией. Россия провоцирует. И не случайно, обратите внимание, сегодня стоит дилемма у нас в Конгрессе тоже, между тем, обеспечить ли no-fly zone над Украиной, то есть обеспечить безопасность полетов самолетов и сбивать российские самолеты тем самым, или же помочь Украине в разблокировке пяти портов Украины с тем, чтобы дать возможность вывоза зерна, накопившегося в зернохранилищах Украины. Вы понимаете, и сегодня одна из известнейших конгрессвумен у нас в Конгрессе, Энс, она внесла потрясающее предложение и сама теперь является спонсором этого законопроекта, который, скорее всего, может быть принят. Она настаивает на том, чтобы Америка, в конце концов, байденская администрация решилась на создание военного коридора, по которому, во-первых, будет проведено разминирование Черноморского побережья Одессы, к примеру, и начало вывоза зерна через Одесский порт. Вот это очень важный вопрос. Почему задается такой вопрос? Дело в том, что конгрессмены считают сегодня, что если мы обеспечим no-fly zone, то мы будем вынуждены атаковать российские самолеты, что бы мы не хотели. А вот если мы обеспечим военный коридор по разминированию и вывозу зерна из Одесского порта, то Путин будет вынужден атаковать наше военное сопровождение, военное сопровождение. И тем самым, но мы, усилив военное присутствие, военный коридор мощными кораблями, дадим Путину сигнал, что прежде чем атаковать нас, он должен будет дважды и трижды подумать, чего он может не превзойти, на что он может не пойти. Вы понимаете? Поэтому конгрессмены сегодня, республиканцы говорят, слушайте, давайте делать это побыстрее. Рано или поздно мы будем вынуждены к этому прийти. Чем раньше мы это сделаем, тем больше сохраним жизни украинцев и быстрее разблокируем, по крайней мере, хотя бы Одесский порт. И мы сможем лишить проблему мирового сообщества в недопоставке зерна, в чем уже нуждается более 40 миллионов населения, по крайней мере, Северной Африки, к примеру. Поэтому вот этот вопрос сегодня должен разрешиться в ближайшие несколько дней. И мы узнаем, к чему Конгресс пришел и насколько администрация Байдена готова пойти на это. Вот это очень важный вопрос. Борис, понятное дело, что вы говорите, решение будет только через несколько дней, но вот так в кулуарах, к чему все-таки ведет? Эта ситуация приведет к разрешению? Конгресс сможет поставить точку в этом вопросе? Да. Или опять все останется на уровне разговоров? Нет, нет, вы знаете, давление идет со всех сторон сейчас, я вам прямо скажу. Поэтому я больше чем уверен, что в ближайшие несколько дней вопрос должен решиться. Обязательно. Тем более конгрессмены и демократы, сейчас республика демократа объединяется в этом вопросе. Там уже собирают они коалицию, которая примет решение, и Байдену будет представлено, и Байдену будет некуда деваться. Тем более там есть сторонники Украины, это Блинкин и Остин, которые за это давно уже. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США, заявил, что США намерены оказывать главе Украины поддержку во время переговоров Украины и Российской Федерации. Но решение насчет переговоров между Украиной и США и УИРФ должно приниматься непосредственно украинским президентом Зеленским. При этом Кирби отметил, что Америка собирается продолжать следить за тем, чтобы он мог добиться успеха на поле боя и чтобы он мог добиться успеха за столом переговоров. Я очень надеюсь, что администрации Байдена хватит политической воли на то, чтобы продолжать помогать Украине до самого победного конца. И, ну, как минимум, США будут точно выглядеть не хуже, чем Британия, потому что Британия нас тоже, честно говоря, очень радует. Вот, например, последнее заявление министра иностранных дел Великобритании Ли Страс, которая сказала, что неудачно составленное мирное соглашение между Украиной и Россией позволит российскому диктатору Путину перегруппировать свои силы и снова перейти в наступление. Украине нужна четкая победа. Мир не может позволить себе еще одно Минское соглашение. Но, в общем, как видим, Британия в который раз уже достаточно четко и конкретно формулирует свою позицию по отношению к России и развязанной ею войне. И причем подтверждает свои слова делами. Скажите, Борис, а можно ли ожидать подобной поддержки от остальных сильных мира сего? Я сейчас не имею в виду Штаты. Штаты тоже достаточно крепко помогают от Украины. Я имею в виду лидеров других стран, достаточно больших европейских стран, которые, скажем так, несколько виляют в своей позиции. Так можно ли от них ожидать столь мощной поддержки или громкие заявления некоторых политиков, так и останутся пустым звуком? Вы знаете, вы затронули очень серьезный вопрос, который последние буквально два дня снова стал волновать всех тех, кто заинтересован в победе Украины чем быстрее, тем лучше. Вопрос в том, что сегодня существует два таймера. Один из них это ожидание западных стран и Америки на ожидание результатов санкций, которые приведут к внутреннему взрыву в России и путинский режим будет свергнут. И другой таймер это таймер путинский, который рассчитывает на то, что эти же самые санкции быстрее всколыхнут терпение жителей Европы и Америки, которые взбунтуются, которые из-за высоких цен на энергоносители, на многие другие недостатки, которые нарушат благополучный покой их умеренной жизни, и народы начнут требовать быстрее скорейшего мира любым путем между Россией и Украиной, в том числе путем компромиссов Украины с частью своих территорий. Вот на это рассчитывает Путин. И, к сожалению, он в этом немножко выигрывает. Маленький вам пример. Буквально вчера один из руководителей профсоюзов Украины, Германии, прошу прощения, начал требовать от руководства Германии крупнейшей экономики Европы, чтобы быстрее закончить эту войну, что зима будет страшной для экономики Германии, что 35% газа, который поступает из России для Германии, они существенны, и они могут повлиять на работу крупнейших корпораций Германии. Вы понимаете, вот это, а профсоюзы это влиятельные силы, между прочим, в той же Германии, в той же Франции и в той же Италии. Поэтому, вы понимаете, с одной стороны меня радовало, что Украина успешно прошла три этапа саммита, это Европейский Союз, это G7, и, наконец, в конце июля саммит НАТО, и вы знаете, и сейчас вдруг опять начинают раздаваться голоса. И в этом отношении все зависит от Байдена, от его позиции, от его твердости, непоколебимости. Но я надеюсь, что Байден последует своим обещаниям, которые он дал в Нью-Йорк Таймс от 2 июня, если вы помните, когда он поставил точку над либеральными требованиями того же Макрона, Шольца и Драги, и прикнувши к ним патриарха американской политики Кишинджера, если вы помните. И вот так вот 2 июня Байден сказал, нет, Америка помогала, помогает и будет помогать. Это очень важный фактор. Вот Бог, свидетель, хотела, я на бантик другую тему в конце нашего разговора, но все-таки я не могу промолчать, как журналист-расследователь в прошлом. Вы сказали по поводу немецких, французских, итальянских профсоюзов. В Украине тоже есть профсоюзы, так же, как и есть в странах постсоветского пространства. Так вот, профсоюзы в странах постсоветского пространства финансировались и все их акции протестные финансировались Кремлем. Кремлем тоже, и Соросом тоже. Очень интересно. И тут у меня такой вопрос к вам как к политику. Вы же наверняка читаете информацию иностранных СМИ. Насколько велико влияние России и политики Кремля в профсоюзах Европы и в американских профсоюзах? Есть ли оно? Есть. К сожалению, к стыду нашему, за 22 года Путин прибрал к рукам всех коррумпированных многих влиятельных деятелей Европы. Чередоризация она имела успех в Германии. Берлусконизация имела успех в Италии. И то, что бывший премьер-министр Франции, который под следствием это тоже ближайший друг Путина. А в Америке вы что думаете? У нас они тоже есть. Вы думаете, Путин не поддерживал движение Black Lives Matter? Еще как поддерживал? Вы думаете, он не имеет своих протеже среди леволибералов, которые с удовольствием поддерживают Путина? Конечно же, есть. Это все промахи Запада. Вы понимаете, недооценка путинского заявления в 2007 году в Мюнхене, когда он открыто заявил, что самой страшной трагедией прошлого 20 века был распад бывшего Советского Союза. он этим самым объявил свой манифест, который потом стал реализовывать. В 2008 году захватив 20% Грузии, 2014-2015 год Крым, Донбасс, Лугас, а сегодня открытая война в Украине по порабощению всей Украины. Это все промахи Запада. И это благодаря тому, что Путин за все эти годы смог прибрать к рукам, подкупить путем шантажа огромных миллионов. Вот это все результат промахов самого Запада, за которые мы с вами сегодня платим, а Украина платит жизнями тысячи своих граждан. Спасибо вам большое. Я думаю, что ситуация в Украине, такая, какая она есть на сегодняшний день, поможет изменить ситуацию в мире и возможно вместе все-таки вот эта кремлевская пропаганда, если мы будем против нее бороться, она все-таки падет и люди смогут быть свободными от навязывания чужих нарративов. К сожалению, вынуждены с вами прощаться, потому что наше время подходит к концу. Борис, вам огромное спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи из Нью-Йорка был американский политик Борис Пинкус. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!